Ну что, всем огромный-огромный привет! У нас сегодня суббота, 4 февраля, или 5? 5 февраля. Я иду с тренировки. Еле занималась сегодня, потому что что-то нос заложен, голо болит. Надеюсь, это не тот самый омикрон. Потому что у нас на работе очень многие болеют. Мы даже проводили санобработку двухэтажного здания нашего АБК. Потому что сразу 4 или 5 человек заболели ковидом. Вот я теперь хожу и боюсь. С другой стороны, этот омикрон вроде как попроще. По крайней мере, он легкий и не спускается уже легче. Ну, у меня, слава богу, ни температуры, ничего нет. Просто горло першит и нос заложен. Долго думала, идти на тренировку сегодня или не идти, но решила все-таки сходить. Так, мне сейчас надо зайти на почту. Мне сразу куча посылок пришло, как обычно. Хорошо к выходным как раз. И Василек, и Шиин. И еще там с Дэки надо две посылки забрать. В общем, сейчас зайду. Наверное, в этом блоге вам покажу Шиин. А в следующем уже Василек, чтобы сильно вас не грузить. Вот. На улице у нас потеплело. Сейчас прям вообще хорошо, ветра нет. На улице где-то, ну, может, минус 2. У нас почти все растаяло уже. Потому что всю неделю была оттепель. Потеплело. И снега не было. Дождь шел. И на ближайшую неделю я посмотрела, уже плюсовая температура. Плюс 2, плюс 3. Каждый день. Вообще мороза уже не хочется, честно говоря. Ни снега, ни мороза. Уже хочется весны. Вот. Но она, конечно, к нам не скоро еще придет. Такие делишки. Ладно, пошла я на почту. Мне надо еще отправить посылку своей победительной цель. Татьяне из Тюмени. И скоро будет новый конкурс. Еще не решила, где он будет. Я уже собрала посылочку. Или в инстаграме. Или на ютубе. Что пока подумаем. Так, а мне пришла вот такая вот колонка. От бренда, с которым я уже довольно долго сотрудничаю. Тронсмарт называется. Одна колонка у меня есть. Маленькая, кроленькая. И я с удовольствием ею пользуюсь. Особенно удобно подключать телефон, например. Когда в ванной купаешься. Когда шумит вода. Ничего не слышишь. И нужно громче сделать звук. Очень-очень удобно. Часто пользуюсь. Вот. И в этот раз мне пришла вот так вот называется колонка. Называется Studio Veriless Speaker. Я еще даже не открывала. Сейчас вместе с вами посмотрим, что здесь за колонка. Так. И внутри нас ждет вот такая вот. Прям тяжелая-тяжелая. Добротно сделанная колонка. Здесь такое ощущение, что металл. Сверху управление идет. И в комплекте два провода. Один вот такое подключение к устройству. И второй зарядка. Преимущество этой колонки в том, что здесь идет запатентованная технология SoundPulse. А также для синхронизации звука между более чем 100 динамиками аж можно. Высококачественное аудио без потерь. И также персонализировать можно звук с помощью встроенного эквалайзера. Это очень удобно. Хорошее стабильное подключение по Bluetooth 5.0. И интеллектуальный голосовой помощник даже есть. Надо разбираться с ним. И очень хороший долгий аккумулятор, который держит в себе зарядку до 15 часов игрового времени. То есть до 15 часов он может работать без остановки. И конечно круто будет куда-то взять с собой, на природу например, чтобы громко включить музыку. Давно хотела я такую громкую хорошую колонку. Вот здесь идет сзади для зарядки, для флешки. Можно вставить флешку и подключать сюда какое-нибудь устройство. Тот же например ноутбук или что-то еще. Вот она такая тяжелая, весомая, очень качественно сделана. И сейчас послушаем как она звучит. Так, вот здесь делается звук громче. Тише. Здесь подключение по Bluetooth. И здесь можно настроить разные. Продолжение следует... Вот такая вот крутая, крутая колонка. Я все больше и больше влюбляюсь в технику этого бренда. Корпус получается сделан из закаленного алюминиевого материала. Который можно даже, я думаю, что без проблем, если где-то уронишь, он не разобьется. Очень басы и динамики здесь отличного качества. А вот эта технология SoundPulse улучшает качество звука. Обеспечивая неискаженный вывод во время воспроизведения любимой музыки. В общем, в результате получается отличное качество музыки с мощным басом и четким звуком. Вот такая вот крутейшая, крутейшая колонка. Ссылочка будет на нее под видео. И я осталась в огромном, огромном восторге. Так, а сейчас я вам расскажу про свой очередной заказик с сайта Shein. Но для начала я вставлю, когда ко мне эта посылка пришла. Так, получилось свой заказик Shein. В этот раз с сайта довольно быстро он дошел ко мне. В отличие от прошлых разов. И она была вскрытая. Здесь была, я так поняла, прорезь, то ли она порвалась, то ли что. И я теперь переживаю, чтобы там все было на месте. И шло вот такой вот интересный акт, в котором ничего не понятно. Что произошло, повреждение чего-то при осмотре оказалось. В общем, буквы все смазаны. Как так можно пропечатать, я не понимаю. Ладно, будем открывать. Что-то я здесь не чувствую, шлепки должны быть для Ники. Вот они. Первый раз я их вытащила сразу же. Первое, что я вытащила, это шлепки. Вот такие для Ники. У нее у подружки наподобие такие же. И она в них ходит по квартире. Она говорит, мне нужны какие-нибудь шлепки. Вот выбрала себе вот такие. Я говорю, они следующим образом на картинке. Следующим образом они выглядят на картинке. Прикольные такие. В них можно будет и летом на пляж, например. Ну и, собственно, по квартире ходить. 980 рублей они стоили. Они есть в трех цветах. Но в наличии остался только такой, как мы взяли. Это абрикосовый. 980 рублей. 38-39. Подошли они просто идеально на меня. Они очень мягкие, кстати. Такие довольно толстенькие. И надеюсь, что они ей понравятся. Ставлю, в общем, как они смотрятся на ножки. Прикольные. Мне понравились. Надеюсь, что дочка тоже будет ими довольна. Так, вытаскиваем следующее с моей горе-посылки. Так, это у нас Бриджит для меня. Спортивная. Попозже про них расскажу. Сейчас покажу сначала, что было для дочки. Так, для дочки вот это вот тоже. Так, вот это вот спортивные бра, которые я заказывала себе. Это сумка для дочки. И тинцик для меня. Так, вот эту сумку дочка заказала. Она обычная, тряпочная. И здесь есть кнопочка. Вот такая вот. Размер у нее совсем небольшой. И она взяла ее чисто для того, чтобы ходить с ней на учебу. Для тетрадок. Вот такая вот. Здесь спереди большой карман. Кстати, удобно. Сюда можно положить телефон, ключи, что-то еще. Вот. Выглядит она на картинке следующим образом. Ну, такая обычная сумка. Тряпочная. Стоила всего 490 рублей. Так, ну и следующая вещь для дочки, которая была. Это была пижама, которая состоит из трех частей. Из вот такой вот маечки. Так, мы взяли в размер S. Вот такая черная майка. Укороченная, как она любит. Тут написано Hello Weekend. Привет, выходные. Материал это у нас 95 полистер 3% спандекс. Он очень хорошо тянется. Но он такой довольно тонковатый. И прям чувствуется, что синтетика синтетикой. Стоило 1040 рублей. И есть в размере XL, XS. Мы взяли в размере S. Более-менее средний, чтобы был. Я на себя пыталась его примерить. Это выглядит, мягко говоря, смешно. И к нему шло два варианта низа. Первое это вот такие шортики. Вот, коротенькие, квадратные. Телая такая короткая пижамка, в которой довольно приятно будет дома спать. Хотя, конечно, это синтетика. Но надеюсь, что к телу будет более-менее приятно. И также она любит у меня иногда одевать и штанишки. Такие же точно, как шортики. Точно такие же штаны. Они довольно свободные. Хорошо очень тянутся. Очень хорошо тянутся. Но, в принципе, синтетика довольно неплохая по качеству. Надеюсь, ей понравится. Ну и так как я сейчас активно занимаюсь, как обычно, после Нового года. Это стандартно у меня. Похудение. Ну что еще нужно. И я активно хожу на тренировки. То я заказала себе вот такой вот удерживающий бюст. Так как у меня немаленькая грудь, мягко говоря. То мне нужно на тренировке чем-то ее укреплять. Обычно я хожу в обычных бюстиков, но мне неудобно в них, потому что у меня лямки все время спадают. Меня это бесит на тренировке. Все время вот это поправляю лямки. Вот. И есть у меня один из спортмастера такой удерживающий бюст. Я заказала еще один, чтобы был на сменку. В общем, это вот такой вот довольно плотный, из плотного материала бюстик. Раньше на шине вообще не было таких бюстиков. Я помню, когда-то пыталась найти что-то похожее, но ничего не было удерживающее. Были просто с мягкими, без чашечек, током. Естественно, для большой груди они не подходят. Так, это спортивный бюстгальтер. 940 рублей. Здесь есть сильная поддержка. Там есть несколько вариаций поддержек. Когда ищешь средняя поддержка, мягкие там, например, или сильная. Я, естественно, смотрела только сильную поддержку. В общем, он идет следующим образом, такого ярко-голубого цвета. И там идут по размерам лифа. То есть, в общем, 75C, там 85B. То есть, стандартно, как у нас, так и там. И я посмотрела, в принципе, совпадают они с старшими размерами. Я взяла самый большой, 85C. И он мне оказался немножко туговат под грудью. У меня довольно широкая грудная клетка. И я всегда беру себе русский 85C. И мне подходит, в принципе. Но там он мне немножко туговат. Ну, в принципе, носить можно. И я надеюсь, что все-таки я когда-нибудь сходую. И он мне будет более-менее свободен. Сейчас, по крайней мере, он мне очень-очень, ну, такой, даже жмет немножко. Да я, конечно, вставлю, как это смотрится на мне. Я буду его одевать на тренировке. Во-первых, я когда его одеваю, я распрямляю спину. Мне муж сказал, это тебе типа корсета. Вот. И он очень-очень такой плотный. Сзади здесь идут лямки. Именно вот как в обычных бюстиках. Прямо, не крест-нагрест. Мне так нравится даже больше. Так. И здесь идут три варианта заклепок, как обычно. И я на самом крайней даже застегиваю. И мне прям, ну, немножко туговато, конечно. Здесь тоже лягуриются рямочки. Все очень качественно, очень плотно. Стоил он 940 рублей. И есть очень-очень много разных размеров. Вот. В общем, вот такой вот спортивный бюстик. Мне он понравился. Вот. И к нему я взяла, вернее, не к нему, а просто взяла себе очередные спортивные бриджи. Я именно люблю бриджи, не брюки. Мне в брюках жарко. Стоили они всего 550 рублей. Это вот такие вот черно-серые бриджи. Они мне идеально подошли. У меня это размер L. Стандартный мой. Здесь мне они понравились тем, что они, во-первых, хорошо сидят по ножке. И здесь есть вот такая вот кокетливая сеточка. По ноге она просвечивается слегка. Хороший плотный пояс, который немножко подтягивает талию, животик, если есть какой-то лишний. И мне понравилось качество. Здесь написано тоже 95 полиэстер и спандекс. Как у пижамы, но он намного плотнее и более качественный. Все-таки не такой, как пижама. Пижама потоньше будет. Вот такие вот хорошие бриджики. Там вообще много разных вариаций. У меня глаза, честно говоря, разбегались, когда я их убирала. И последнее, что я себе взяла в этот раз, это были джинсы скини с высокой талией и с заплаткой. Они есть в разных цветах. Я выбрала такой армейский зеленый. Хаки цвет. Такого цвета джинс у меня еще нет. Ну, в качестве разнообразия. Почему нет? Есть, кстати, еще мокко коричневый есть. Но он такой ближе к зеленому. Затем черный стандартный. Вот я взяла, как обычно, эльку. И она мне даже слегка свободновата в талии, в животе. Я могу, в принципе, одевать, не расстегивая. И мне нужен пояс сюда будет. Стоили они 1450 рублей. 85 хлопок, 13 полистир и 2% спандекс. Материал очень хороший. Качественный. Все отлично прошито. Ну, а на мой 1,65 метра. Они даже мне слегка коротковаты. Не знаю, в чем прикол. Если будет у вас 1,70 метра, то они вообще короткие будут. Здесь вот так вот укорочены они. То есть можно, по идее, расшить. Но здесь сбоку прострочены. Не знаю, в чем прикол. И они мне слегка даже чуть-чуть коротковаты. Хотя, в принципе, это не критично. Но вот как-то так. И сзади вот такая вот заплатка. Под кожу. В общем, вот такие вот классные джинсики. Они на меня хорошо сели. Я обязательно буду их носить. И, в принципе, могу посоветовать их за свою цену. Хорошие джинсы скинем. Но у них высокая эластичность. И можно было взять даже М-ку. Мне кажется, М-ка тоже села бы на меня неплохо. И не была бы настолько свободная в талии. Они здесь по ногам тоже слегка в складочку садятся мне. Поэтому, наверное, лучше брать М-ку. Если у вас такие же параметры, как у меня. В общем, вот такие вот классные джинсы. В целом, я осталась с заказом этим довольна. И, как обычно, будут все ссылочки и промокод. Промокод, кстати, новый. Вот такой вот. Обязательно используйте. Пользуйтесь моим промокодом. Заказывайте. Выгодных всем. Пак-пак. Так, а сегодня у нас воскресенье. 6 февраля. Я, как обычно, с утра валяю с маской на лице. И с книжкой в руках. Сейчас делаю вот такую вот маску. От Кумихо. Которая продается в Магнит Косметик марка. Это гидрогелевая маска для лица с экстрактом чайного дерева и ромашки. Она состоит из двух частей. Ну и действительно гидрогелевая. Мне уже ей пора снимать. Такая вот она. Как типа гидрогелевый патч, а только маска. Ну, такая прикольная, в принципе. Но заложила не могу. Ох, моя простуда в ней не отпускает. Что она должна делать? Успокаивать, тонизировать, освещать кожу от диоксидатов, всевать воспаление, оказывать оболаживающие эффекты. Такая вся я оболожена. Ладно, пойду я завтракать. Хотела показать вам, какие витамины я сейчас пью. С утра всегда пью такого железа. Очень хорошая, кстати, здесь дозировка. Естественно, я заказывала его на херби. Вот так вот она выглядит. Обычная капсулка. Потом, после еды, всегда пью тирозин. Это я брала уже на озоне. Естественно, капсулка. Это добавка, которая улучшает метаболизм, ускоряет обменные процессы. Ну, что способствует похудению. Потом магний, цитрату такой же пью. Вот такая вот белая тоже капсулка. И сейчас пью индол. Я уже вам говорила, что периодически я его пропиваю. Где-то раз в полгода я его заказываю на херби. Ну, тоже такие точно капсулки. И пропиваю его. Потому что только начинаю пить, у меня сразу улучшаются все общие процессы женские, так скажем. И менструация проходит изболезненно. Вовремя всегда и грудный болезнь. Ну, вообще у многих женщин после 40 всякие мионы образовываются, все такое. Чтобы этого не происходило, нужно пропивать периодически индол. Вот. И вот такой D3 сейчас пью. Витамин D3 тоже стараюсь сейчас пить. Это у меня сейчас пока русский. У меня сейчас сайтурба есть вот такой витамин. Ну, тут дозировка не очень хорошая. Их надо прям много таблеточек этих, чтобы добить, нужно дозировку. И допила сейчас вот такой коллаген. Коллаген пила по утрам. Попался у меня в коробочке. Вот, последний остался в дозах. Буквально. Это как порошочек, его нужно разбавлять в воде. И получается такой легкий лимонный такой, как водичка. Это коллаген плюс витамин С. Вот. Мне он не понравился, потому что он очень сладкий. Очень сладкий. Он вроде бы как здесь без сахара. Здесь какой-то подсластитель идет. Состав вроде неплохой. Но он такой сладкий, что у меня прям вообще не понравился мне. Поэтому, если кто-то будет искать коллаген, вот такой ни в коем случае не будет. Немножко опустил баночка, чуть-чуть декоративки. Закончился вот такой вот консилер от L'Oreal с огромным-огромным спонжиком. У меня он был в довольно светлом оттенке. Поэтому у меня большую часть точка его добивала. Не знаю, какой-то оттенок. Но, по-моему, это самый светлый. Не знаю, зачем я такой взяла. Он прям очень сильно подсвечивал глаза. Да, он довольно плотный был. Спонжик, в принципе, для того, чтобы использовать глаза, тоже довольно удобный. Но, мне кажется, цена на него все-таки несколько завышена. Есть более бюджетные аналоги с таким же хорошим качеством. Но, в целом, неплохо. Вот такая тушь от Stellar. Очень красивая упаковка. Когда-то была у них такая лимитированная коллекция с таким вот тигровым принтом. У нее была обычная пушистая щеточка. Неплохо придавала объем, удлиняла, не склеивала реснички. Ну, в целом, неплохая тушь. Мне она понравилась. И, кстати, довольно долго я ее использовалась. Очень люблю вот эту тушь от Ifroche. Одна из моих любимых. У него была такая вот, вроде тоже пушистая щеточка. Но она очень красиво прокрашивала реснички. Придавала им длину, объем. Замечательная, в общем, тушь. И, кстати, очень долго я ее пользовалась. Не знаю, сколько. Больше года точно. По-моему, это была какая-то лимитка у Ifroche. И последний-то вот такой карандашик от Pin Up. Это у меня что? Luxe Visage. В 206-м оттенке мой любимый. Розово-лиловый. Но у меня потерялся колпачок. И он полностью засох вообще, вообще не рисует. Так что такие у меня были пустышки.